Как быть содержанкой? С чего начать? Во-первых, девушки, которые решают быть содержанками, это девушки очень амбициозные. Это не просто девушка решила быть содержанкой, потому что ей хочется, чтобы ей кто-то купил сумочки и туфли. Это девушки, у которых есть цель, большая цель. Содержанки — это девушки с большими мечтами. Например, девушка хочет получить образование классное в каком-то престижном вузе. У её семьи или у неё нет такой возможности. То есть девушка, если хочет быть содержанкой, например, она хочет получить классное образование, чтобы в будущем иметь хорошую работу или какой-то прибыльный бизнес. Раз. Два. Это девушка, которая хочет свой бизнес. Что-то открытное, у неё нет изначального капитала. Далее. Это девушки, которые, например, хотят иметь своё жильё, но у них нет возможности. То есть содержанки — это те девушки, которые хотят в жизни быть независимыми. Привет! Очень необычное видео, я бы сказала. Я так и не узнала, кстати, как стать содержанкой. И знаете, вот главная содержанка — это та женщина, которая может быть такой вот абсолютно послушной, максимально неконфликтной, то есть она очень такая восприимчивая. При этом она говорит, что нет, вы что, содержанки — это такие вот независимые женщины, да? Но какая же она независимая женщина, если она всё равно позволяет с собой так обходиться? Независимостью, в общем-то, и не пахнет. Просто любители халявы, любители лёгких денег, бабы, которые не хотят наживать что-то непосильным трудом, просто ищут лёгкие пути заработка и всё, потому что, ну, писенька навсегда в цене.